Российский офис марки Хавейл начал процедуру сертификации кроссовера с внутренним индексом B06, который в Китае известен как Дагоу – большая собака. Одобрение типа должно быть получено через несколько месяцев, а текст заявки раздобыл портал китайские автомобили. Из нее следует, что в Россию машины планируют импортировать с головного завода Баодини, а называть ее решили Дарго. В Поднебесной большая собака продается с двумя двигателями – передним и полным приводом. Но наш Дарго будет только полноприводным и двухлитровым с 7-ступенчатым преселективным роботом. Скорее всего, мощность уменьшит до 200 лошадиных сил. По габаритам машина очень близка к Хавейлу F7, разве что колесная база на дюйм длиннее до клиренс на сантиметр выше. На родине полноприводный Дагоу стоит примерно на 7-10% дороже аналогичного полноприводного Хавейла F7. В России Дарго сертифицируют не раньше зимы, а продажи, скорее всего, начнутся уже в следующем году. Китайская марка Фотон, похоже, решила прекратить продажи легковых моделей в России. Официально это не объявлено, но машины у дилеров закончились, а новых поставок не ждут. Пикапы Тунланд наш рынок покинули еще год назад, а теперь распроданы и внедорожники Савана. Напомним, что у нас эти машины продавались с двухлитровым бензиновым мотором. За четыре года пристроить удалось менее тысячи штук. Теперь у марки в России остались только грузовики. Кстати, кабину Фотона Олин ТТС ставят на газовский Валдай Некст. Прошедшая в Москве выставка Интеравто удивила нас стендом компании Иран Хадроу. Иранцы выставили три модели – Тара, Рунна Плюс и Дэна Плюс. Тару в Иране только начали выпускать, это вроде как новинка, но в ее основе лежит Пежо 301. А самой платформе, ПФ1, уже минуло 20 лет. Дэна Плюс – это наследник Саманда, который восходит конструкции к Пежо 405 конца 80-х. Наконец, Рунна Плюс – это перелицованный Пежо 206. У всех машин бензиновый атмосферник 1.6, пяти- или шестиступенчатые коробки. Напрашиваются вопросы – когда и почем? Но ответов нет. Иранцы ищут партнеров и планируют начинать с Поволжья. Напомним, что с такими же туманными планами Иран Хадро выставлялся на московском автосалоне 2018 года. Тогда показывали машины азербайджанской сборки под маркой Хазар. А еще был стенд в 2016 году. И в 2014 году тоже. А интернет помнит, что планы о возвращении объявлялись даже в 2011 году. Но фактически Саманды в России продавались давно – с 2006 по 2009 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok